Девушки отдыхают... Эй, Вито, сто лет не видались. Ага, сто лет. Чего тебе, Генри? Выпить. Возьмем мою машину. Возьмем мою машину. Я бы, кстати, поработал и на Фальконе. То есть ты хочешь к нам присоединиться? Да, и раз уж ты на него работаешь, я подумал, может, ты бы замолвил за меня словечко? Да, конечно. Мы с Джо поручимся за тебя. Спасибо, Вито. За мной должок. И... что нового? До или после того, как половину наших угробили. Ты часом ничего не знаешь о том, что случилось в отеле, а? Понятия не имею, о чем ты. Забавно, а то на стоянке грохнули приятеля Джо. Но я и решил, что это ваша с ним работа. Приятель Джо? О ком ты говоришь? Каким? Пацан, который заходил к Фредди вместе с Джо. Никки. Майки. Как его там звали-то? Марти, что ли? Да, точно. Тот сам. Голосочек как у Мини Мауса. Ага. Ага. Да, слышал. Так ты уверен, что вас там тогда не было? Точно уверен. Давай скажем так. Мы с Джо в тот день выполняли кое-какое поручение для босса. Это все, что я скажу. Знаешь, ну, мне-то без разницы. Но сделай мне одолжение, а? Да, конечно. В следующий раз придумай что-нибудь получше дурацких узиков. У вас, идиотов, за милю было видно. Слушай, а давай мы сейчас не будем об этом. И вообще не будем. Не переживай. Ты сделал то, что должен. У тебя было такое чувство, что ты выбрал не ту работу? Честно говоря, не было такого. Я только это и умею. И умею хорошо. Да. И, по-моему, платят гораздо лучше, чем какому-нибудь таксисту. Я подумывал убраться из города после этой заварухи в отеле. Но куда мне идти? Что делать? Вот потому я и пришел к тебе. Так я был твоей последней надеждой, а? Спасибо. А, кстати, почему ты пошел ко мне, а не к Джо? Слушай, Джо надежный парень. Но лучше пусть меня порекомендует не он. Понимаешь, отчетная? Да. Тут с тобой не поспоришь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Он собирается на нас наехать. Я не знаю ни как, ни почему, я... Мне надо с этим разобраться. Да, думаю, тебе надо это знать. Ладно, выкладывай, только коротко. Один мой знакомый, он работал на Клементо. Он боится. Он не уверен, не начнем ли мы охоту на всех людей Клементо. Ну, надо же. Насколько я знаю, пока босс ничего такого не планирует, если только они сами не станут дурить. Ладно. Так этот парень спросил меня, не мог бы он работать на нас? Да? Кто это? Кто это? Он твой друг? Мы вместе работали на Клементо. Настоящий профи. Да? Ладно, скажи ему, пусть зайдет. Ну, вообще-то он уже здесь. Вот как. Ладно. Давай его сюда. Эдди, это Генри Томасино. Генри, это Эдди Скарпа. Рад познакомиться, мистер Скарпа. Никаких мистеров. Для друзей я просто Эдди. Присаживайся, Генри. Так, Вита говорит, ты хочешь с нами работать. Да, я сейчас вроде как неудел. А все, что случилось, меня мало волнует. Разумный подход. Но сперва скажи мне вот что. Клементо и Винчи что-то затевают против нашей семьи? Ладно. Обычно я свой нос в такие дела не сую. Но как-то раз мы с Лукой Гурино были у Лео Галанте. И Лука все разорялся о том, что Фальконе занимается какими-то грязными делами. И с этим надо что-то делать. По-моему, он хотел настроить Винчи против вас. О, блюдок. Наверняка он про наркотики. Хотя сам замешан в этом по уши. Он знает, что Винчи этого терпеть не может. Скорее всего, задурил старику голову. Так вот, почему он хочет на нас напасть. Мы должны ударить первыми. Опять? Слушай, Фрэнк миндальничать не будет. Сперва надо убрать Галанте. Без него Фрэнку конец. Лео? Я не хотел тебя в это втягивать, но никто другой с этим делом не справится. А теперь, я думаю, для Генри это отличная возможность показать себя в деле. Что скажешь, Генри? Ты готов? Если вы примете меня к себе, то да. Именно. Убери Лео. А ты что скажешь, Вито? Мне было бы куда спокойнее, если бы ты пошел с Генри для страховки. Ну, тебе не придется никого убивать. Просто отвези его туда, дождись и потом привези назад. Но если тебе это не по душе, я попрошу кого-нибудь другого. Что скажешь? Прости, Эдди, я не могу. Лео мне был как отец когда-то. Да, я понимаю. Похоже, Генри, тебе придется все делать самому. Если хочешь, возьми кого-нибудь в помощь. Но никто не должен нас заподозрить. Лео живет в Хайбруке. Ясно, не волнуйся. Сделаем сегодня. Ладно. Тогда до свидания. До встречи, Эдди. Хорошо, что ты привел его сюда. Даже если он напортачит на нас, не подумают. Я не думаю, что Генри провалит дело. Хорошо. Ну что ж, Витта, на сегодня пока все. Но заезжай завтра. Договорились? Да. До встречи, Эдди. Пока. Всегда рады, мистер Скалетто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА